Я сидел в автомобиле, они резко подъехали, вышло двое, они сразу подошли ко мне с претензиями, что я тут стою, чего я тут делаю. Я говорю, ребята, собственно говоря, а в чем проблема? Стою, никому не мешаю. Ну и слово за слово и поехало. Да, они проявляли агрессивное поведение, было сотрясение у меня мозга, повреждение мягких тканей, ну и плюс мелкие ссадины лица. Дело в том, что в первую очередь мы хотим объективного расследования, чтобы высшее руководство провело расследование и дало свое заключение по этому поводу. Вначале краеотдела, ну, ездили там часть нашей группы, там поехала с ним, пытались встретиться. Он резко ушел на больничный. Я не знаю, что там, какие-то у него там супер-пупер диагнозы. Он не пошел на встречу, сегодня не приехал туда. Выходили его там заместители, с которыми сегодня велись разговоры. Выяснили о том, что за пять месяцев даже элементарной экспертизы по данному происшествию не проведено. На место, где случилось, ну, как бы происшествие случилось, и пьяные водители были зарушены, ГАИ вообще не было вызвано. Мы хотим узнать, какие действия принимаются по данному делу, и сегодня, будучи вот в этом населенном пункте, где это все произошло, собрались местные жители, и начал всплывать очень много негативной информации по отношению к милиции, по отношению к ГАИ, по отношению к прокурору, области. И мы хотели бы, наконец-то, чтобы в наших населенных пунктах начался какой-то порядок. Вместе с местными жителями, вот мы заставили по требованию, это не физические, правильно вы должны понимать, о том, что это не физические было, а просто при отмене к жителям, мы сегодня, начальник ГАИ, попросили снять погоны. И он превселюдно снял свои погоны подполковника и обещал подать в отставку. Мы надеемся, что он все-таки, в нем хоть что-то офицерское останется, и он все-таки снимет эти погоны и подаст действительно в отставку. Ну, вот такие справы. Есть криминальная справа, ВК расследуется. Есть два потерпели, которым нанесены одному тяжкие телесные ушкоджения, іншим нанесены легкие телесные ушкоджения. Есть криминальная справа, мы ее зараз затребовали в связи с великим резонансом, затребовали сюда понеделок. Сегодня она уже мала приехать. Пришла уже? Так. Сейчас она уже находится у нас в управлении, и мы будем разбираться по этой справе. Вот начальник слідчого управления Резниченко, досвідчена людина, будем принимать вываженные решения. А взагалі, я, честно говоря, я взагалі не понимаю, при чем тут миліція. Коли була ця подія, там не было жодного, коли в 12 годин ночи було, да? В 17. А в 5 годин, вибачте. В 17. Таємниця слідства, думаю, я не дуже мене, Юрію Миколаевичу, віряю в своїй таємниці, то там не було жодного працівника міліції. Ми неупереджено, об'єктивно проведемо розслідування. Відповідно, по закінченню розслідування можемо зібратися, я вже чітко скажу, яке рішення відносно кожного учасника цієї події прийнято. На нинішній момент в статусі бакару перебуває в статусі свідка, два інші учасники, згідно рішення суда, перебувають в статусі бакару.